В управлении МВД России по Тверской области разъяснили правила нахождения иностранных граждан на территории России. Поводом для этого послужил вступивший в силу указ президента страны, который направлен на урегулирование правового положения иностранцев и лиц без гражданства в Российской Федерации в период распространения COVID-19. В ходе пресс-конференции сотрудники ведомства ответили на наиболее актуальные вопросы. Подробности в материале съемочной группы Тверского проспекта. В минувшем 2020 году наблюдалась тенденция к снижению общего количества иностранных граждан, находящихся или пребывающих на территорию Российской Федерации. Во многом, констатируют в миграционном отделе МВД России по Тверской области, это было связано с введенными повсеместно ограничениями в связи с разразившейся пандемией коронавируса. Соответственное количество оказаний государственных услуг данной категории граждан имело тенденцию к уменьшению. Мы практически не оформляли приглашений, мы практически не продляли визы. У нас меньше было оформлено практически, ну, можем сказать, в половину по сравнению с 2019 годом. Это разрешение на работу и патентов для осуществления трудовой деятельности. Сегодня на территории Тверской области подавляющее большинство иностранных граждан — это выходцы из республик бывшего СНГ, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Армении и других. Именно для этой категории граждан и введены нормативно-правовые акты, направленные на урегулирование их правового положения. Так, срок временного пребывания в Российской Федерации продлевается автоматически для иностранных граждан и лиц без гражданства в двух случаях. Если по состоянию на 16 июня этого года они имеют разрешительные документы, или если же окончание сроков временного пребывания приходилось на период после 15 марта 2020 года. В отношении иностранных граждан, которые прибыли и находятся здесь нелегально, то есть они ушли, будем так говорить, в серый сектор, указ президента говорит следующее, что вот эти граждане могут воспользоваться этим правом до 30 сентября, обратиться в подразделение по вопросам миграции с заявлением о урегулировании своего правового положения. Сегодня у МВД России по Тверской области введется серьезная работа по выявлению на территории Верхневолжья иностранных граждан, не имеющих разрешения на пребывание на территории России. Так, с 5 по 12 июля в регионе проходила комплексная оперативно-профилактическая операция «Нелегал-2021». Она была организована и проведена на территории Тверской области во взаимодействии с управлением Федеральной службы безопасности России по Тверской области. Впрочем, работа ведется на протяжении всего года. С начала года, если справочно, 532 мигрантам у нас было принято решение о закрытии въезда в Российскую Федерацию. Но это процедура депортации. Там более 100 лиц. Это лица, которые освободились из мест лишения свободы, и мы вынуждены их были депортировать за пределы России. Три лица реадмиссировали. И часть лиц, которые мы смогли установить в этом году, что они самостоятельно покинули территорию Российской Федерации, в связи с исполнением решения суда. Также сотрудники ОМВД напоминают об ответственности работодателей, которые трудоустроили иностранных граждан, не имеющих разрешения на трудовую деятельность в Российской Федерации. Наказание в этом случае может быть как в виде штрафа, так и в виде приостановления коммерческой деятельности. Субтитры создавал DimaTorzok